Сколько продлятся отключения света? Где самая горячая точка на фронте сейчас? Куда эвакуируют херсонцев? Новое оружие от союзников? Что и кто поставит в Украину? Как проходит чемпионат мира в Катаре? Главные новости утро, 22 ноября. Информируем о том, что важно. Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии как минимум до конца марта, прогнозируют в компании ДТЭК. Есть несколько сценариев. Базовый. Если новых атак на энергосеть не будет, то отключения будут, но короче. Негативный. Новые атаки, а значит экстренные отключения и на длительный срок. Положительный сценарий. Если атаки врага на энергообъекты прекращаются, можно будет отказаться от отключений вообще. Ну а сегодня, как сообщили в Украинерго, в Украине будут только плановые отключения. Ведь сети все еще не оправились от шести волн ракетных атак России. Говорится в сообщении. Власти призывают херсонцев выехать на зиму из города в более безопасные регионы. Об этом заявила вице-премьер Верещук и добавила, эвакуация бесплатна. Города, куда можно уехать, это Кривой Рог, Николаев, Одесса. После возможен переезд в Кировоградскую, Хмельницкую области или в западные регионы Украины. Жилье, питание и медицинская поддержка будут бесплатными. Самым горячим направлением на фронте сейчас является Донецкая область, сообщили в Минобороны. Враг снизил штурмовую активность по земле из-за плохой погоды, но продолжает мощные обстрелы. По всему Восточному фронту фиксируется до 400 обстрелов в день, по самым последним данным. Российская армия сейчас собирает силы на востоке Украины. В Минобороны говорят, что оккупанты не оставляют надежды выйти на административные границы Донецкой области, но ВСУ профессионально отражают все атаки. Британия поставила Украине новые высокоточные ракеты Brimstone 2, сообщает The Telegraph. Стоимость одной ракеты второго поколения более 200 тысяч долларов. При запуске самолета дальность Brimstone 60 километров, с наземных платформ 12 километров. Это вдвое больше, чем у тех же ракет первого поколения. Литва передаст Украине боеприпасы для необходимой на фронте 155-мм артиллерии, а также зимнюю форму для ВСУ, заявил министр обороны страны. Литва также расширит курсы военной подготовки для украинцев до полторы тысячи новых солдат. Армия США начинает быстрее покупать оружие для своих запасов. Их истощили поставки в Украину, пишет Рейтер. Пентагон уже заключил контракты с производителями на миллиард долларов. Это в основном ракеты и боеприпасы. Российские войска совершали систематические преступления в Украине. Об этом все больше и больше свидетельств, заявила посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шак. Это нападение на гражданских, жестокое обращение с ними и военнопленными, попытки скрыть эти преступления, фильтрационные лагеря, атаки на энергообъекты с намерением оставить гражданское население без света и тепла, она приравняла к военному преступлению. Германия должна быть готова к потенциальному нападению на фоне российского вторжения в Украину, заявила министр обороны страны Кристина Ламбрехт. Она уверена, что Бундесверт сможет обеспечить оборону Германии, а также помогут партнеры по НАТО. Кроме того, ФРГ может и должна стать лучше во всех сферах, особенно в сфере ПВО, где в Европе, по словам Ламбрехт, есть недостатки. Новая Зеландия ввела новые санкции против 22 российских и белорусских граждан, а также российских предприятий нефтегазового и сталилитейного сектора. Об этом говорится в заявлении МИД Новой Зеландии. Страна уже трижды вводила санкции против российских чиновников и олигархов в марте, мае и сентябре. На второй день чемпионата мира по футболу в Катаре Англия разгромила Иран со счетом 6-2, пропустив второй гол на последней минуте дополнительного времени с пенальти. Матч также запомнился травмой вратаря иранцев. Его с кровотечением износа пришлось заменять в самом начале игры. Во втором матче понедельника Нидерланды победили Сенегал со счетом 2-0, хотя африканская команда была активнее почти во всех категориях – владении мечом, ударах ворота и отражения нападений соперника. США и Уэльс сыграли в ничью. Кстати, американцы забили гол с единственного удара по воротам команды Уэльса. Это главные новости на утро. Подпишись на канал и оставь свой комментарий под видео.